Вот эта девочка уже заработала 100 рублей. Я не знаю, сколько вы ей должны быть. Это будет продано. Я когда посчитала их мама, а детей в семье, кроме этого, пособия же ничего практически нет. Это вот она 100 рублей заработала, а и птицы сбросили с дерева. Вот они, это черешня. А мне еще родить обуть надо. Поняли, да? Поэтому сколько их там я собрал? 200, 300. Большая часть пропала из-за того, что птицы не все возвращают. И мне тоже надо продать, тоже 30 рублей. Косточка, пожалуйста. Хоть один купит. Мне сейчас не до этого там. Помните, я говорил, в одни руки, в одни руки. Сейчас мне именно вот эти сверхради. И вот это вот надо продать как можно быстрее. Потому что время уходит. Уже июль. Проехали. Вот этот момент. Так. Вот это уже учеба. Знаете, почему тут так жиденько? Потому что это дерево, оно среди абрикосов. Абрикосы никак не помогли опылить. Это брянское розовое. Я всегда возмущался тем, не буду лишний раз. Уже фамилии не говорю. Когда это уважаемое... А ну-ка, ну-ка, что пишет? То есть, я хочу сверхраннего бая косточки. Три штук, пожалуйста, отложите. Короче, это... Пожалуйста, пожалуйста. Тут идет так. Ваше уже... Ватсапе уже вот это письмо, оно будет самым верхним. Вам уже 30 косточек гарантировано. Так. Денежку переведу. На пересылку вам придется рублей 300 потратить. Пусть все это... Все звереет. Так что 300 штук. 30 штук вы заказываете. Там я ниже не читаю некогда. 30 штук, 900 и 300. 1200 за 30 уникальных косточек. Дорого, но с другой стороны, что сейчас дешево. Теперь. Сейчас в магазин сходят с тысячей. Если не ходить. Так, смотрите. Начинается учеба. Итак, дама, которая в своей книге про этот... Про этот самый абрикос. Про черешу написала, что из 5-8 веток надо ставить 3, остальные на кольцо вырезать. И так на каждом ярусе. Я это считал и считаю страшным невероятным предательством. Это мы уже проходили. Но мы не проходили другое. В этой же книге десяток фотографий. В том числе вот такие. Я когда их получил, рядом стояла мама Ирина Александровича и сама Ирина Александровича. И там было точно так же. Ну, дотянулись за несколько штук. Угостил. А чем еще угощать? Эти Боднаровские уже отошли. Вот же они. Боднаровские, да? Они уже отошли. Видите дату? Второе. Видите дату? Второе. А эти только созревают. И вот получается, что я посмотрел вот это бесконечным пересевом. Они настолько их не испортили. Нет, их можно вернуть. И я учу, как вернуть. Несколько условий при прививках. Вот. Насчетание ментора и так далее. Их можно вернуть, чтобы они снова стали такими, какие были. Но надо было работать. Надо было отчеты писать. Надо было из года в год, из года в год. Поколение за поколением. А они мельчали, мельчали. А иначе нельзя. Вот. Вы понимаете? И вот получается, что они уже достигли такого. Я 10 лет назад получаю черенки. Брянская розовая. Знаменитая. И вот с тех пор, до сих пор, на плодоносе я даже больше не стал ни одной веточки не взял. Да и некогда особо эти веточки. И не стал возвращать им эти качества. Вот довели до такого состояния. Вот мы имеем. А теперь вспомните. Сколько я вам черенков продал Брянская розовая? Один или два. И то тем, кто такой же ненормальный, как я сам. Дальше учеба. А, почему я еще сказал? Книги. Десяток фотографий с разными названиями. И если крупные, отличные, все сохранили качество. Есть вот такие несколько фотографий. Чем хвастаться, что это? Породу, я раньше называл, загубили. Испортили это еще и даже термин Мичурина. Мой термин другой. Приспособились. Вообще в средней полосе России делать нечего. И даже в Брянске, откуда Брянск, тоже делать нечего. Почему? Потому что ее обязательно надо садить на дикую, на вишню, на культурную. То есть, я оговорился, на дикую, в крайнем случае культурную. Но вишня всегда морозоточная на 10 градусов. Всегда. Вот тогда можно сохранить качество. Там опять будет разбег. Но у меня до сих пор нет возможности, ни силы, ни времени, отдельно посвятить все вишне. Набралось сотни фотографий. Наблюдение прекрасное. Почему вишни гибнут в этих самых садах по всей Европе и в России, мы знаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова